Два года назад здесь работала строительная техника. Теперь на территории производственной технической базы Сочинской таможни находится обустроенный 16-квартирный жилой дом с благоустроенной территорией, детской площадкой и парковкой. Как раз на ее месте и выстроились сотрудники, внесшие большой вклад в строительство дома, и очередники, которые до последнего дня не верили, что скоро у них появится своя крыша над головой. Среди 11 счастливчиков, получивших заветные квадратные метры, пусть и служебные Наталья Гагарина. Специалист отдела госслужбы и кадров шутит. Говорящий фамилии и первый номер квартиры. Очень счастлива, конечно, то, что получила сегодня ключи. Вот, под номером один. Фамилия у меня такая, как бы, да, первый в космос полетел Юрий Гагарин. Я сама Гагарина Наталья Гагарина очень рада. Конечно, служебному жилью. Квартирка небольшая, всего 37 квадратов, но для одной места вполне достаточно. Есть большой балкон, где можно провести вечера. Главное, квартира уже готова к заселению. Все необходимые коммуникации, отделка, сантехника и даже плита на кухне. В ближайшие выходные новоселье будет отмечать и сосед по площадке Дмитрий Станов. С женой и двумя детьми он переедет в трёхкомнатную квартиру. Получение жилья для таможенников вдвойне знаменательно. В этом году таможенные органы России отмечают 25-летие. Кроме того, это пятый дом, который сдаётся в эксплуатацию на территории Южного таможенного управления. Три дома уже построены, сданы в регионе Ростовской таможни. Сейчас вот этот дом в регионе Сочинска и в регионе Таганарусской таможни до конца года. Мы надеемся, что такой дом будет тоже сдан. У нас такая задача стоит не только в регионе Юга. Эта задача стоит и в регионе всех других региональных таможенных управлений. Но надо отметить, что у нас Южное, конечно, управление, оно в этом плане лидер. Сметная стоимость строительства трёхэтажного дома в Адлере составила чуть больше 60 миллионов рублей. Предельная стоимость одного квадратного метра жилья – порядка 30 тысяч рублей. За такие деньги готовое жильё практически невозможно найти. Тем более, что в шаговой доступности от дома вся необходимая инфраструктура. Во время возведения дома большую помощь оказала городская администрация. Подготовка разрешительных документов на строительство, согласование, получение технических условий и последующий ввод объектов в эксплуатацию – это, конечно, делалось с оказанием всяческого содействия. Причём потому, что мы, как муниципальное образование города Сочи, заинтересованы в том, чтобы сотрудники, которые стоят на стороже наших границ, обеспечивают нашу свою безопасность, не только служили в комфортных условиях, но и проживали в них. Стоит отметить, что в вопросе выделения социального жилья на курорте уделяется внимание не только сотрудникам федеральных органов, но и специалистам муниципальных ведомств. Квартиры получают работники образования и здравоохранения.